Дорогие мои, всем бодрячкам в 2023 году и чтобы у вас не возникало лишних вопросов, что это за видео, откуда они. Эти видео в свое время я снимал и монтировал на канал Александра Саши Диабло R1 для Тань. Чтобы видео не пропали, они будут на его канале и на моем канале, поэтому на этой неделе я выпускаю каждый день по новой серии, 4 серии. Уверен, что будут вопросы, а где Yamaha R1? Yamaha R1 находится в Украине, в надежном месте. Как будет только возможность, я туда приеду и мы разрулим всю эту ситуацию. Приятного просмотра, хорошего настроения и хорошего 2023 года. В 2023 году хочу пожелать вам терпения, выносливости и всегда бодрячков. Всем привет, начинаем путешествие с Золотой R1. Здесь нас уже ждет чемодан Сашкин. Я не знаю, как держать камеру, надеюсь, что все получится записывать. Впервые за несколько лет я лечу куда-то без тебя или не к тебе. Очень грустно. Не скучай, приеду за тобой, все будет огонь. Сейчас что-то кто постоит, подождешь, все трясется и я приеду за тобой, все будет огонь. Поедем еще покорять вершины. И на остров ТТМН еще обязательно нужно будет съездить, поэтому все будет нормально. Давай. Сейчас так много бы по-другому сделала, хотя вряд ли бы сделала, да? Если бы все вернулось, я бы сделала так, как поступала раньше. За год до этого он все лето мне говорил, ну я его что-нибудь спрашиваю, он мне говорил, А ты думаешь, я доживу до этого момента? А ты думаешь, я доживу до этого момента? И все, у меня была просто истерика. Я так ревела. Я помню, я его, когда я увидела ролик, минута до смерти, в секунде от смерти, что-то такое, когда он летит 300, и вот так возникает машина, и он там, да? Я его так хлистала. У меня были просто сильные руки. Я ревела, хлистала, просила его, чтобы он так не гонил. Ну, конечно же, он не послышал меня. Он всегда говорил, что у него есть клетка, в которой он находится, что он находится в такой клетке, которая не может быть пробита ничем. И что бы он там, куда бы он не улетел, эта клетка спасает его. Вот оно не спасло. Я люблю его. Боевой мотоцикл, ребят. Первый раз, когда увидел так. А сейчас даже радостно как-то. Как будто это с Сашкой встретились. Давай, давай газу чуть-чуть. Я сначала думал, знаете, будет так грустно мне, когда я сяду на саню на Yamaha. А на самом деле мне даже так радостно, что вот я еду сейчас, и как будто, знаете, с Сашкой встретился. Ощущения непередаваемые, конечно. Вот так она выглядит. Чисто боевая. Вот здесь вот нет. А да, пустая резина передняя. Потертости такие. Здесь немножко скол. Что у нас еще? Вот это проблема Yamaha, кстати, с натяжителем или что там было. Наклеечки Санька. Помните, когда он разложился в Сочи? Поменял себе резину, поставил очень хорошую резину. Мишелинка. Для путешествия вся моя то водоотталкивающая. Здесь вот кусочка не хватает. Здесь потертость. Здесь дырочка небольшая. Но все равно он очень круто выглядит. Здесь вот потертость. На самом деле вы вообще могли не увидеть этот мотоцикл, потому что план изначально был другой. У нас отправить его по-тихому все это сделать. Это легендарная сеточка. Вот она повидала уже много стран, много километров. И зимние перчатки. Потому что Санек зимой любитель путешествовать. Обычно вы на одном сиденье ездили? Да, да, есть. Здесь никогда не ездили. Ну вот первый раз будешь тут сидеть. Это крепкое такое довольно. И как на лошадь садись. Смотри, вот эта нога тут. Ну ты уже знаешь. Да, садись, садись. Нормально. Стуканье шлемом, это нормально. Санек, перегасовочка в туннеле. В честь тебя. Сейчас будет. У-у-у-у. Продолжение следует... 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 не катался. Нам даже вторую не нужно было переключать. Это по городу, я имею в виду. Я не хотел вспоминать что-то плохое, но все-таки тот день, когда все это произошло с Саньком, я думал до последнего, что это хайп какой-то и никому не верил. Опа, 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 дядя, ты куда? Я сейчас еду и понимаю, что возможно у меня не будет второго шанса прокатиться на этом мотоцикле. Я надеюсь, что все получится, его доставят в Москву, он выйдет у Тани. Без каких-либо проблем. У нас были различные там схемы, через Германию отправить по запчевстям, через Грузию, ну все, это настолько геморно, муторно, то и мотоцикл будет не целиком. Тут вообще можно просто помолчать, давайте просто помолчим. Где-то тут у Суата с Саньком в зарубу было, он еще тогда катался на Кавасаке за их 636-й, а сейчас у него вот бэхочка уже, СРР-ка, 21-го года. Звук Ивахи просто божественен. Ну хорошо все? Четенько. Чего ты говоришь? Очень классный райдер. А, хорошо еду, да? Пойду, да. А, ты че? Ну я стараюсь так безопасно и быстро, динамично, безопасно, быстро. Я всегда такие же. Там скользнул, да? Спасибо. Ну чуть-чуть, да, скользнул. А я тормоз не сжал, потому что мне трекшн, мне АБС нет ничего, я просто чуть-чуть скользнул, газа не отпускал, чтобы, ну, нормально проехал. Не почувствовал там, да? Потому что золотое правило. Посадил второго номера, ты отвечаешь своей жизнью за него. Все. Что Таня хочет сказать под концовочку? Под концовочку? Это видео на Сашин канал будет. Я хочу сказать, что я тебя очень-очень сильно люблю. бесконечно, бесконечно, бесконечно скучаю по тебе. Хочу сказать, чтобы вы мальчики так сильно не гоняли, потому что это не как в кино. Леживый момент, и все хорошо. Никогда уже хорошо ничего не будет. Вы очень нужны своим девочкам. Я тебя очень-очень-очень сильно люблю. Спасибо.